Здравствуйте, дорогие друзья и зрители нашего канала. В Ирландии полным ходом идёт весна, а значит, можно строить планы о летнем отдыхе. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все этим летом смогут куда-либо отправиться путешествовать. И вот решили мы поделиться с вами нашими прошлогодними воспоминаниями, а именно нашим удивительным походом в горы Морны и подъёмом на гору Святого Донарда. Это было совершенно незабываемое путешествие, и мы надеемся, что красота и удивительная атмосфера этих мест покорит и ваши сердца. Город Нью-Кассел на берегу Ирландского моря. И вот они на горизонте, знаменитые горы Морны. Именно здесь они спускаются к Ирландскому морю. Нужно сказать, что Морны – это, наверное, одно из самых красивых, романтичных, легендарных мест не только Северной, но и вообще Ирландии. Горы эти были воспеты музыкантами, художниками, поэтами, этнографами. Здесь работали историки и картографы, археологи. В общем, все, кто неравнодушен к истории, историческому наследству, жизнеописанию святых и вообще к красоте, потому что горы – это действительно бесподобно красивые. В XIX веке была проложена железная дорога из Белфаста в Нью-Кассел, и сюда потянулось огромное количество путешественников и туристов. Хотя до этого времени горы Морны уже много веков были известны среди местных верующих людей, которые ежегодно совершали восхождение на Слив Донард в память о Святом Донарде. Но об этом рассказ впереди. А пока вы видите роскошный отель, который был здесь построен в начале XX века. Отель носит название Слив Донард, так называется самая большая вершина Морн, на которую мы с вами сегодня и поднимемся. И отдыхать в нем любили не только простые смертные, но и звезды, в том числе Чарли Чаплин любил приезжать сюда. И, конечно же, приезжали люди в Нью-Кассел исключительно ради встречи с Морнами. Подробный интересный рассказ еще впереди. А пока вместе с нашими друзьями мы прибыли июльским днем. Да, друзья мои, это июль месяц в Ирландии. Погода бывает очень разной. Прибыли мы в Нью-Кассел. Должны мы здесь остановиться на ночлег прямо у подножия Морн. Но для начала нам нужно, естественно, закупить продукты на два дня и, конечно же, покормить детей. Мы расположились на лужайке, заказали фаст-фуд, сейчас увидите где. И пока сидим и ждем, не отрываясь, глядя на эти горы. Они действительно манят, они видны из разных точек нашего графства Даун и всегда привлекают взгляд. Невозможно не смотреть на них, тем более в разную погоду. Они выглядят по-разному. Ну, а вот и наши милые друзья Аня и Барри Филлипс. Аня – гид по Ирландии. Я предлагаю вам посетить ее канал. В описании к этому видео есть ссылочка. Ну, а мы вместе с ними, с их дочкой Алисей, ждем пока что перекуса. Вот такая уличная еда продается в Нью-Кассл. Дешево и сердито. Дети, конечно же, в восторге от того, что можно поесть на улице. Ну, а мы уже планируем завтрашнее восхождение. Дело в том, что многое будет зависеть от погоды. И какой сюрприз нас ожидает, неизвестно. Потому что прогноз – это одно, а в реальности может быть совершенно все другое. Ну вот, наконец-то еду нам принесли. И мы перекусываем прохладным ирландским днем. Едим картошечку с жареным мясом. Это очень такая типичная ирландская еда. Здесь любят все жареное в масле. И потом идем покупать продукты. И в магазине нас ждет сюрприз. Мы встречаем вот такого местного жителя с попугайхой на плече. Он рассказывает, что ей три года будет как раз в этом месяце. И что она всегда везде ходит с ним. Она может летать свободно. Есть, правда, поводочек у нее, клапки вот прицепленные, когда он на улицу с ней выходит. Но она обычно никуда не уходит и послушно сидит у него на плече. Ну вот, продукты в магазине-супермаркете Lidl закуплены. И мы отправляемся к месту, где будем ночевать. Кстати, супермаркет Lidl расположен в здании старинной железнодорожной станции. Сейчас поезд сюда не ходит, ходят автобусы. Мы едем через самый центр Нью-Кассел. Здесь есть небольшая речка, которая впадает в Ирландское море. На ее берегу замечательный парк, в котором мы уже бывали. И те, кто подписаны на Ирландии день за днем, тот солнечный яркий выпуск наверняка помнят. Мы катались на колесе обозрения и на лодочках в виде лебедей. Это было незабываемо. Но это уже было после. А пока мы едем к домикам, которые расположены в лесу у подножия Морн от YMCA. Та самая имка, которая у нас была и в Иерусалиме, и здесь тоже есть гостиницы и всякие недорогие очень способы, скажем так, размещения от имки, от YMCA. И вот как раз мы недорого сняли домик на наши две семьи и будем там ночевать. Потому что восхождение на Сливдонард и спуск обратно займет у нас целый день. Высота этой горы 852 метра. И подъем, как нам рассказали, там достаточно крутой. Поэтому, конечно, быстро мы идти никак не сможем. Но посмотрим, что будет завтра и что нам готовит завтрашний день. На утро нас ждал типичный для Северной Ирландии сюрприз. Теплый солнечный день. По прогнозу 25 градусов и солнце. Мы, в общем-то, знали, что должно быть солнечно. Но что будет так солнечно и действительно, что прогноз сбудется, конечно, знать не могли. Дети смотрят на всевозможные лазилки, которые здесь есть на территории. Но это, к сожалению, только для групп школьников открывают. Поэтому нам пока это не светит. Но зато предстоит настоящее. Лазанье по настоящим горам. Там утром еще чуть-чуть прохладно. Поэтому дети в кофточках. Домик, кстати, в котором мы ночевали. Очень такой скромный, но уютный и компактный. Все продумано. Все было очень удобно. Там внутри есть и кухонька, и у нас были, получается, четыре отдельных комнаты. Так что мы все свободно разместились. Очень уютная гостиная тоже. Так что, в общем-то, мы довольны очень размещение. Мы, наверное, с радостью будем там останавливаться и еще. И вот прямо от домиков YMCA идет дорога, как такой небольшой парк, который переходит уже, собственно говоря, в лес. Места эти, как я уже говорила, совершенно заповедные. Связаны они с древнейшей историей Ирландии. Еще задолго до того, как на этой горе поселился святой Донард, ученик святого Патрика, здесь обитал легендарный пастух по имени Борка. Поэтому горы Морны в те далекие дохристианские еще времена не назывались Морнами, назывались Беноборка, то есть вершины Борки. Этот легендарный пастух был, как бы сказать, вождем племени, то есть начальником рода, и служил у короля этой местности Алстерского, одного из алстерских королей, и пас его овец и коров. Говорят, что он имел такую волшебную способность, очень быстро перемещаться, и пас коров от самых краев Северной Ирландии вот до этих мест, притом мог перегонять стадо в один день. И вот Борка был еще и музыкантом, и любил очень играть на волынке. Здесь, в этом лесу, из бузины он вырезал себе трубочки, дудочки для волынки, сделал волынку, и волынка эта имела волшебные свойства, поскольку бузина, как известно, дерево, в котором любят обитать феи. И вот Борка играл на этой волынке, и однажды эту волынку у него попробовали украсть, из этого ничего хорошего не вышло, потому что недалеко от любимой вершины Борки, а это как раз и есть наш Сливдонард, который, опять же, тогда носил другое название, об этом сейчас расскажу, злоумышленники утонули, а волынка, там было небольшое болото, а волынка чудесным образом спаслась и вернулась сама к своему хозяину. Мы остановились около небольшой речки, идем все время вверх и наслаждаемся невероятно красивым ирландским лесом. Как рассказывают ученые, горы Морны образовались безумно давно, где-то примерно 50 миллионов лет назад. Это гранитные горы. Во многом их ландшафт, конечно же, был сформирован позднее, в период ледниковый, как считают ученые, это было 11 тысяч лет назад. И вот, соответственно, передвижение гигантских ледовых масс сформировало вот эти долины и выдолбило вершины долин, образовало впадины в форме кресел, которые здесь есть, они называются кары. Ну, а морозы разрушили выходы горных пород, образовали осыпи, крошащиеся скалы, ну и так далее. После отступления льдов в горах стали селиться охотники, а на равнинах на западном склоне Морн, который около Растревора, опять же, те, кто смотрит Ирландию день за днем, помнят наши передачи, выпуски оттуда, стали селиться земледельцы, потому что с той стороны Морны более пологие, и там есть хорошие долины пастбища. И вот одним из знаменитых охотников был сын короля Порталона по имени Сланга. Этот Сланга охотился однажды на дикого кабана здесь в горах и трагически погиб, и был похоронен на вершине, которое теперь называется Слив Донард, а тогда называлось Слив Сланга, так что это ее первое историческое название. И тем не менее, интересно все-таки, а как же горы стали называться Морны? Откуда такое название? А это уже история, связанная с одним из кланов, который жил здесь неподалеку, в графстве Омит. Клан этот носил имя Макдорн. Жили они в XIII веке, не так давно, в Средневековье, и по какой-то причине из своих родных мест были они вытеснены, ну, то ли более сильный какой-то клан их вытеснен, то ли нормандские завоеватели, которые в то время активно захватывали ирландские земли. И вот эти Макдорны переселились в горы Бенеборка, по которым мы сейчас и идем. И горы эти не просто так они выбрали, не только потому, что в горах легче спрятаться от врагов, а потому что горы эти уже в то время были известны как святое место, находящееся под особой защитой, поскольку здесь подвязался святой Донард в этом лесу, о котором сейчас расскажу вам. И вот, переселившись сюда, они назвали место Креморн. Креморн – это конкретно район, в котором они в графстве Омит жили. И вот постепенно в народном произношении Креморн превратился в Морн, то есть осталась только вторая половина названия. И так со средневековья горы стали называться горы Морны. Проходим мимо любопытного здания. Вот эта хижинка – не что иное, как старинный холодильник. Один местный лорд, который владел этой землей в конце 19 века, обнаружил пещеру, в которой даже летом сохранялась минусовая температура. И вот зимой в эту пещеру складывали лёд. Лёд здесь, минус здесь бывает в зимние месяцы, и снег бывает даже. И вот, собственно говоря, так всё лето он имел такой природный холодильник. А вот так цветёт вереск. Старинная ирландская пословица говорит «Золото под дрогом, серебро под тростником и голод под вереском». Думают, что эта пословица очень точно определяет почву. Действительно, дрог или тростник растут на более хорошей почве, а вот вереск исключительно на камнях. Однако в кельтской мифологии вереск означает удачу, ограждает от нечистых сил, им из вереска с древнейших времён делали напитки. Помните знаменитое стихотворение Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мёд»? Из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще мёда, пьянее, чем вино. Редактор субтитров А.Семкин Потрясающий ручей здесь течёт с питьевой водой, свежей, вкусной, и, что самое главное, холодной, потому что день был достаточно жарким. Мы идём почти всё время по открытому солнцу, и к концу дня мы даже немножко сгорели, хотя мазались кремом. Невероятная тишина и красота, конечно, и понятно, почему это место выбрал для своего монастыря Святой Донард. Святой Донард был учеником Святого Патрика, как говорят, одним из первых, кого Святой Патрик крестил, и был он сыном одного из местных старейшин рода, то есть местных князей. Святой Донард здесь, немного в другой части морн, правда, но не так далеко отсюда, имел свой монастырь. И вот, как рассказывают, каждое воскресенье он поднимался на вершину вот этой самой горы, на которую мы идём, и на древней гробнице, которая там была, совершал божественную литургию. Местные люди утверждают, что делает это Святой Донард до сих пор, и поэтому эта гора – это место паломничества. Но сейчас, конечно, паломников поменьше, чем было раньше, а вот в былые времена, с незапамятных времён вплоть до середины XX века, в последнее воскресенье июля сюда тянулись толпы паломников. И вот мы видим с вами удивительную стену. Эта стена была построена в конце XIX – начале XX века, строили её в 18 лет, и служит она ограждением для воды. Дело в том, что здесь есть долина, в которой мы тоже надеемся побывать и показать вам, где расположено водохранилище. И вот для того, чтобы вода не уходила куда-то, а именно стекала в эту долину, вода дождевая и снеговая, и была построена эта стена. Говорят, что люди, которые её строили, имели руки как лопаты и были очень сильными. Ну, действительно, да, это огромный труд. Стена эта тянется почти на 18 километров. И вот как раз-таки вдоль этой стены и идёт последний подъём уже на вершину слив-доунард. Подъём этот, как вы видите, это ступени. Некоторые из них довольно разбитые, поэтому в какой-то момент уже ноги отказываются служить. Но мы довольно мужественно преодолели. Хорошо, что мы идём летом. Говорят, что осенью или зимой здесь бывает ещё и очень скользко, потому что ступени покрываются льдом. Ну, а вокруг нас пасутся овечки, что совершенно невероятно на такой высоте. Но дело всё в том, что большая часть морн до сих пор принадлежит частным лицам. Когда-то местные феодалы владели всей этой территорией, местные лорды. Но в начале 20 века по целому ряду политических и экономических причин они разорились и вынуждены были свои земли либо продавать, либо даже отдавать своим же собственным арендаторам, крестьянам. И вот до сих пор есть порядка 11 семей фермерских хозяйств, которые владеют здесь землёй, ну и, соответственно, пасут овец. Конечно, очень много организаций, которые следят за ними, государственных учреждений, всяких трестов, всяких фондов, которые следят за экологией морн, за тем, чтобы ничего здесь не строилось ни в коем случае, ну и так далее, и так далее. КОНЕЦ 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 Последние шаги, последние метры, и вот мы на вершине, мы дошли. Первое, что мы видим на вершине, это груду камней. Она покрывает основание древнейшей коридорной гробницы. Гробница эта датируется третьим тысячелетием до нашей эры. И согласно древним ирландским рукописям, здесь и был похоронен тот самый принц Сланга, который, кстати, считается первым известным в Ирландии врачом. Говорят, что у святого Донарда внутри этой гробницы, когда она ещё была целой и примерно составляла в диаметре 40 метров, была обустроена часовня. И именно здесь он и совершал литургию каждое воскресенье. Народ верит, что и сейчас святой Донард по воскресеньям совершает здесь службу, только теперь уже на вершине вот этой горки из камней. Отсюда открывается потрясающий вид, и через нас идут облака, на вершине достаточно ветрено и довольно прохладно, но мы не чувствуем уже ни усталости, ни холода. Мы поглощены состоянием, которое ощущает буквально каждый человек здесь на вершине. Мы обратили внимание, что туристы, поднявшиеся наверх, многие из которых, кстати, местные жители, они приходят сюда довольно регулярно, просто сидят, сидят и смотрят. Действительно, эта гора и в древнеязыческие времена была святым местом, священной горой для древних кельтов ирландцев. И сегодня эта гора действительно святое место. Не обязательно люди молятся здесь, некоторые просто сидят, но ощущают какое-то особое состояние близости к Богу. Кто-то скажет, близости к природе, желание размышлять, думать о чем-то. Так или иначе, но это место не оставляет никого равнодушным. И всякий, кто поднялся сюда хотя бы один раз, непременно вернется еще и еще. Для многих ирландских семей восхождение на слив Донард – это ежегодная традиция. Мы с Мартой стоим на еще одной древней гробнице, которая чуть-чуть младше, ей всего лишь 3000 лет, но об этом как-нибудь в другой раз. Здесь хочется просто помолчать. Скажу вам, что мы обязательно-обязательно поднимемся на слив Донард еще и еще раз. Дал бы Бог сил. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok